мы сегодня говорим о том как полюбить себя я сказал о том что знаете чтоб понять добро надо понять что такое зло здесь все на контрасте что понять что такое любить себя надо понять что такое не любить себя чем это выражается надо подумать о том откуда это взялось каким образом вы или родились таким, но это вряд ли. Стали таким, что вы себя не любите. В чем это выражается? И я уже сказал, что нелюбовь в себе – это серьезная психологическая проблема, вызывает страдания, и поэтому для того, чтобы эту серьезную проблему решить, надо правильно поставить диагноз. Мария из Ленинградской области, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Я хочу сказать, что я, наверное, себя не любила очень долго, лет до 24-х, когда у меня родился сына, как-то мне стало жить легче почему-то. А как это не любила себя? Это что такое не любила себя? А вы знаете, я себя очень стеснялась. Я считала, что я самая плохая, хотя, в общем-то, была нормальная хорошая девочка, которая хорошо училась, и все в таком духе. И за это, как говорится, спасибо, так сказать, моему папе, который, видимо, хотел, чтобы я была лучшей, и все время мне говорил, какая я плохая. Наверное, лет с трех. Мария, вы считаете, что вот эта нелюбовь, она родилась из критики, из неудовлетворенности вами отца? Ну, понимаете, когда человеку говорят, там, ты ошибка природы, как ты будешь жить с ней. А вам прямо так говорили, да? Да. Это была любимая фраза. Ну, ошибка природы. Ну, это юмор, типа. Ну, на самом деле, да, они не смешны, особенно в исполнении по отношению к детям. Да, 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 да. И вообще, мне кажется, вот, как бы раньше, а у многих, и теперь такая сложилась как бы традиция, что хвалить не обязательно, главное вовремя поругать. Это неправильно, конечно. Ну, вот. И, а чтобы это преодолеть, ну, что, надо все время что-то делать. Что-то делать? В каком смысле что-то делать? Ну, во-первых, когда что-то у тебя получается. И вдруг понимаешь, а, значит, я уж не такая, это самое. Вот, потом, когда, допустим, вот, растет сын, понимаешь, что он растет правильный, хороший, что я что-то делаю правильно, ну, значит, все-таки, наверное, я умная. Вот, потом начинаешь над собой работать, там, худеть, заниматься спортом, думаю, что, а вроде я даже вроде и симпатичная. А потом, когда приходишь к какому-то определенному возрасту, и понимаешь, что, в общем-то, в каких-то вещах, может быть, не в карьере это у меня не сложилось, но в каких-то умениях, в каких-то общениях у меня, в общем, получается лучше, чем у других. А из муточной джеки душа, и все это молодец, вообще говоря. А вы начали с сына не зря, Мария, правда? А, знаете, а просто потому, что у меня было какое-то, когда вот он родился, родился хороший, здоровый ребенок, хотя все остальное было не особо благополучно, там, ну, личная жизнь, все. И это, в общем-то, был такой кусок такого тупого счастья, физического чиста. И как-то стало все хорошо. Да, вот это, кстати, очень важный момент, потому что нелюбовь в себе, и то, что Мария сейчас продемонстрировала, и на самом деле это правда, это как минимум отсутствие поддержки в детстве. И когда у Марии родился ребенок, и когда у многих, и у мужчин, и у женщин, нелюбящих себя, появляются дети, каким-то странным образом, хотя на самом деле, да, не странным, дети являют собой ту самую поддержку в жизни, хотя они маленькие, которой не было в детстве у их родителей, когда они были детьми. Вот когда говорят, там, жизнь наполняется смыслом, да, немножко, может быть, общие слова, но вот это конкретный смысл. Ярослав Остаганрога. Михаил, где грань между любовью к себе и конфликтом с окружающими? Как ее не перейти? Вы знаете, Ярослав, человек, который любит себя, не конфликтует с окружающими. Конфликт с окружающими является прямым следствием для любви к себе. Плохо человеку он конфликтует с окружающими, потому что они для него являются раздражителем. Они, по его, так сказать, даже не мнению, наверное, о состоянии, его самочувствию, в частности, являются теми существами, которые провоцируют то, что ему плохо. И, естественно, люди, вот, к сожалению, там, часто они вообще конфликтные. Очень многие патологически обожают как бы бороться за справедливость, так выражают свой конфликт. Им главное до чего-то, даже я бы не сказал договориться, докричаться, наверное. Это следствие такой некой детской еще обиды. Поэтому люди, которые любят себя, они, как правило, не конфликтные от нее. Владимир из Москвы пишет, я не люблю себя из-за вспыльчивого характера. Но вспыльчивый характер, как частая конфликтность и нервозность, это все проявление того, что человек себя не может контролировать. Да, это вызывает, так сказать, может быть, не любовь в себе, неспособность, так сказать, контролировать свои эмоции, скажем так. А вот Максим, он что пишет? Он пишет, нужно, чтобы тебя любили окружающие. Любовь к себе, эгоизм. Максим, надо, чтобы тебя любили окружающие. Кстати, сразу замечу, что здесь есть сопная реакция. Люди, которые не любят себя сами, они, к сожалению, не могут рассчитывать на любовь к окружающим, потому что, что называется, это передается. Они себя не любят и их не любят. Теперь по поводу любви к себе, как эгоизму. А эгоизм, это как раз не любовь к себе, как не парадоксально, Максим, это звучит. Эгоцентрики, эгоисты, простонаречие, простонаречие, это люди, которые зациклены на себе, то есть, они зациклены на своих проблемах. У них куча неразрешенных проблем психологических, и они из-за этого абсолютно равнодушны к проблемам окружающих, потому что они не могут решить свои проблемы. Здесь вот в такой последовательности. Те люди, которые любят себя, они могут испытывать чувства по отношению к другим. Человек, который себя не любит, он не может транслировать, ему, собственно, и нечего передавать. Кроме своей нелюбви к себе, он то же самое транслирует и окружающим. Поэтому, Максим, дорогой, любовь к себе, это то необходимое, без чего не существует любви к окружающим. Вот именно в таком порядке. Человек себя нелюбящий, вот Мария сказала, там, стесняюсь себя, кто-то корит себя, кто-то считает себя неумным, некрасивым и так далее. Что он может дать другим, кроме вот этого достаточно негативного чувства? Так. Ну вот, тут, правда, без подписи, но то, что я говорил, если человек себя не любит, он не сможет любить других, Максим. Это и для вас написано. А, Сергей это написал. Так. Дмитрий из Петербурга говорит то, о чем, наверное, многие думали. Он пишет, любовь к себе, так легко перепутать с манией величия. Я думаю, что дело в позиции. Дмитрий, интересное наблюдение. Ничего общего одно с другим не имеет. Но люди, которые смотрят на человека, страдающего манией величия, они почему-то думают, что те себя любят. Нет. Мания величия, как известно, это обратная сторона комплекса неполноценности. это, к сожалению, для людей, которые страдают такой проблемой, вследствие крайней неуверенности в себе. Люди, которые все время говорят о себе, люди, которые все время подчеркивают свое, так сказать, превосходство, да, снова бы кто туда относится, это сложный вопрос. Там, достаточно разнообразный букет. они хотят в окружающих вызвать уважение к себе, которого они не имеют ни сами к себе, ни, к сожалению, видимо, не имели в детстве от родителей. Поэтому их вот это подчеркнутое поведение, демонстрирующее якобы их звездность, их манию, как любят говорить психиатры, мне больше нравится манию, это все история о том, что они хотят от окружающих получить какую-то реакцию на себя, чтобы их уважали, чтобы их принимали и так далее. Вот отсюда это поведение, кстати, абсолютно искусственное. Поэтому дело не в позиции, это абсолютно не связанные между собой вещи. Вадим из Заренбургской области, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил Александрович. Очень рад, что к вам смог дозваться впервые года, так с 2006-го. Мы сегодня достаточно серьезный проблем затронули, мы ее затрагивали неоднократно. Почему люди не любят себя, к чему они принижают себя? И почему они, вот я так понимаю, что свои интересы во вторую очередь не живут ради интересов других людей. Наверное, в принципе, как я понимал, это часто пересекается, во всяком случае, в моей ситуации и во многих ситуациях, в которых сталкивался, он немножко волнуется, в уши. Да вы не волнуетесь, на деле все же нормально. Ну, скажем так, ситуация такая, бывает так, что вот себя немножко ставишь ниже, да, и пытаешься решать проблемы других людей. И тебя вращаются, тебя там, тебя просят, а ты свои интересы не очень представляешь и людям помогаешь. С одной стороны, да, вот попросили тебя сделать добро, да, ты добро делаешь. А с другой стороны, вот, ты немножко ну, на свое эго, что ли, на свое я наступаешь. Сегодня у нас случилась такая ситуация, у меня были достаточно длительные отношения с одной девушкой, по интернету в основном, ну, по интернету, по телефону мы общались, а потом процесс зашел слишком далеко, что она уже начала со мной советоваться по поводу того, как ей себя вести, пардон, со своими молодыми людьми. Она вам, как она, ваша подружка или кто она вам? Ну, в общем так, ну, скажем так, практически нет. А какая вам тогда разница, или вы ее ревнуете? Вы знаете, вот, может быть, это что-то в этом ненормальное, но когда мы общались, скажем так, и по телефону, и по интернету, и по вебке, по веб-камере, мне показалось, что я ей понравилось, но понравился. Теперь понятно. То есть она не совсем подружка-подружка? Она мне сама сказала, что я ей понравился, что я там с другой прической выгляжу значительно моложе, что там, да, и так далее. Ну, в общем, достаточно приятные такие... Вадим, а давайте действительно разберем эту ситуацию. Вы ей дали советы по поводу ее молодых людей? Вы знаете, да. А вот дали... Стоп, 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 Вадим, стоп. Вот как проявляется нелюбовь к себе? Вам ведь это было неприятно. Да. Почему вы это сделали? Вы знаете, я, наверное, все-таки понял, что, ну, как... Вы извините ради Бога. Ничего. Мы все-таки все бабы-дуры, да? Есть умные дуры, есть глупые тоже. Нет, я и баба, но я не извиняю, потому что я их не считаю дурами. Вадим, тем не менее, вы это сделали. Я спрашиваю, почему вы сделали что-то против своей воли? Вы сделали то, что вы не хотели делать. Почему? Вот, наверное, вы знаете, я в свое время учился в мединституте, доучился там, закончил медучилище, доучился до 4-го курса педиатрического факультета медицинской академии, и, может быть, это все-таки вот оттуда идет. То есть, ты хочешь сказать, я хороший, поэтому я решил ей помочь? Наверное, все-таки да, но это мне мешает. Вот, понимаете, Михаил, вот эта проблема. И многие обращаются. Вадим, понимаете, какое дело? Это красиво звучит. Вы сейчас так сказали. Мне это было неприятно. Вы, собственно, вот об этом, этот рассказ, да, потому что мне показалось, что я ей понравился, и она мне понравилась, и вдруг она со мной обсуждает. Понятно, что в ваших действиях есть абсолютно мазохистический эпизод. Вы делаете то, что вам неприятно. Когда я говорю, почему вы это делаете, вы хотите сказать, а потому что я хороший, потому что я учился в медицинском, я учился на педиатрии, я вообще привык людям делать хорошее. Но почему ущерб себе, Вадим? Вы знаете, вот так оно складывается как-то, и по жизни очень вот так вот идет, вы знаете, вот практически параллельно. Вы понимаете, Михаил Александрович, вот дело в том, что эта девушка не первая, которая вот так вот, ну, не совсем так, но очень где-то близко помогает. Вадим, вы знаете, да-да, что вы знаете? Я, вы знаете, вот чуть-чуть, вот прям в стороночку, прям ненадолго. Михаил Александрович, я сейчас заочно заканчиваю юрфак, и просто пересекаюсь, да, с девушками, мы, естественно, общаемся. И когда вот девушки, общаемся, 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 девушки узнают, получается, на юрфаке. Самый часто задаваемый вопрос, как лишить бывшего супруга, бывшего, значит, сожителя, который сейчас находится в тюрьме, как его лишить родительских прав. Ну, тут я просто руками развожусь, и это другая социальная проблема, да, почему там... Вадим, нет, ну, это вы действительно сейчас пошли в сторону. Я прошу прощения, я вынужден отключиться, потому что мало осталось времени. Я вот что хочу сказать. Кстати, Наташа, еще что-то хочешь сказать? Наташа, только дай я сначала договорю, а потом ты. Вадим, вот, к сожалению, ток-шоу на радио, это не консультация психологическая, потому что внешне все звучит очень пристойно. Я делаю то, от чего мне плохо, а я это делаю, потому что я хороший, потому что я учился на врача и так далее. Конечно, мне придется самому говорить свою точку зрения, и вы можете с ней не согласиться. Если бы это была консультация, я бы, наверное, не высказывал ее, а, не знаю, с задаванием вопросов попытался, чтобы вы смогли осознать, что же на самом деле хорошие люди без какой-либо, ну, смертельной опасности жизни или здоровья близкого не должен делать что-то в ущерб себе. Извините меня, если врач стоит в очереди, его отталкивает и говорит, ну-ка, вали отсюда в конец, я тут стоял уже, он не обязан бежать в конец, потому что он врач. Вот если врачу самому плохо, а он там температура под 40, он спасает больного, это он хотя бы по профессии что-то делает в ущерб себе. А это вообще не связанные вещи между собой. Значит, это такая ситуация, которая говорит о том, что вам она понравилась, и вы так, как хотите, чтобы она была все-таки с вами, не можете ей сказать правду. А правда заключается в том, что, дорогая, да мне неохота слушать про твоих мужиков. Вот как можно было по-другому выйти из этой ситуации? Сказать, слушай, вот как есть, как вы мне сказали, мы с тобой разговаривали, мне показалось, что мы с тобой друг другу понравились, почему я должен слушать про твои проблемы с другими мужиками. Пока, если у тебя будет другой сюжет, звони, но у вас есть риск потерять девушку, поэтому, наступая на горло собственной песни, в ущерб себе, вы это делаете, скорее всего, для того, чтобы сохранить ее. Наташа? А мне кажется, что все гораздо проще. Молодой человек общается с девушкой, и ему кажется, что у них какие-то там взаимные отношения возникают, какое-то прияние друг к другу, они общаются, и он ждет продолжения какого-то банкета. Ну да. Продолжение банкета не случается, потому что девушка вдруг переводит его в статус друга и рассказывает ему о том, что у нее другие молодые люди, и начинает спрашивать совета. Хлоп, тут в мозгах срабатывает такая штука. Значит, я либо что-то недопонял, и у нас отношения дружеские, а я о себе размечтался, и чтоб не выглядеть глупо в этой ситуации, потому что, ну, если один человек считает, что у него уже какой-то романтик наметился, а другой человек ему вдруг высказывает, что это вовсе не так, чтоб не выглядеть глупо, мне кажется, Вадим вот в этой ситуации вот так себя и ведет. То есть он делает вид, что он ничего и не подразумевал под этими отношениями, что он воспринимает это как должное, что он понял именно это точно так же, как она хотела ему это преподнести. Прекрасный вариант. Вот он опять, теперь ты говоришь, да, чтобы не выглядеть глупо, он опять делает в ущерб себе. Он, значит, боится, он стесняется себя, он боится показаться глупым и так далее. Ну, так в этом, по-моему, как бы вся и фишка. Нет, вот мы сейчас говорим, да, про нелюбовь к себе. Вот она уже в деталях, она в этих историях. Человек, который себя любит, я же говорил об этом миллион раз, здесь очень жесткая вещь. Человек, который себя любит, любит тех, кто любит его и не любит тех, кто его не любит. И не пытается, кстати, добиться расположения тех, кто его не любит. Ему все равно, он просто теряет интерес. Да, ты прыгаешь, вот эта вся фишка. А он пытается, аж ты умница, не выглядя глупо, как бы сказать, о, ну да, давай посмотрим. Да, конечно, конечно. Ему плохо от этого. Он, в конце концов, звонит на радио и жалуется. Настолько ему плохо. Но вместо того, чтобы взять и сказать, я не хочу слушать это дерьмо, ну, идет на поводу своих вот этих проблем и начинает слушать. Поехали дальше. А, Маша, не любил себя всегда, потому что толстая, дошла до нежелания жить, на место самобиспуха, делал на 30 килограмм, теперь я другой человек. Маша, дорогая, идите к врачу. Если вы довели себя, так сказать, до нежелания жить, то тут не то, что плохо, хорошо или любил и не любил, это уже серьезные проблемы. И, кстати, вес может быть таким же медикаментозным образом снять, потому что, я не знаю, так сказать, причину, но вот в таких симптомах бывают еще нервные булемии. А, Михаил из Саратова, в последнее время ненавижу себя за то, что потерял любимую девушку, за то, что врал ей, причинял боль, что делать? Михаил, принять ситуацию, успокоиться, и девушка не последняя в вашей жизни. Галя пишет, я люблю себя, я красивый, но как парню. Объяснить, что я не эгоистка, а просто не терплю неуважения к себе. Галя, вот как мне, так и парню. Как вы написали, так и объясните. Марина из Питера, знакомый, любит себя, самодостаточен, самоуверен, живет один, без проблем, не отказывает себе ни в чем, зато не очень думает и заботится о близких и других людях. Спасибо за передачу, я не знаю, что такое, как любить себя, мне говорят, что надо любить себя, и все будет получаться. Как это? Ведь любовь в себе не есть эгоизм. Антонина из Ногинска. К сожалению, очень многие из нас действительно не знают, что это такое, потому что они лишены были этого в детстве. Но это вообще отдельный разговор. Дмитрий, одного себя любить мало, если нет любви к окружающим. А чтобы по-настоящему полюбить окружающих, нужно провести долгую и серьезную работу над своим сознанием. Дмитрий, не совсем так. Чтобы любить окружающих, надо, чтобы окружающие с момента твоего рождения любили тебя. Иначе отношение к тебе со стороны взрослых, это и есть твое отношение к окружающим. по-настоящему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.